с вами николай пивненко в проекте даты сегодня 28 июля день крещения руси праздник установлен в память о крещении руси отнесенным девятьсот восемьдесят восьмому году отмечается ежегодно в этот день как день памяти святого равноапостольного великого князя владимира крестителя руси также сегодня отмечает день пиар специалиста в россии и всемирный день борьбы с гепатитом у родившихся 1806 год в этот мир приходит александр иванов художник 20 лет самозабвенного труда он отдает картине явление христа народу за ней стоит 10 эскизов и 600 этюдов для многих из них представьте себе позировал сам николай гоголь ближайший друг иванова чем доме он жил в риме с двадцать пяти лет картина выставлялась в зимнем дворце а после смерти художника была куплена александром вторым и позднее передано в румянцевский музей в москве ныне она находится в третяковской галереи в 1824 году родился александр дюма сын французский писатель романист и драматург незаконно рожденный сын знаменитого писателя и швеи катрин лабе громкий успех принесла ему драма дама с камелиями в 1923 году рождается владимир басов актер и кинорежиссер в 1926 году народная артистка ссср инна макарова лауреат государственной премии в 1937 году виктор мережка сценарист режиссер автор сценариев таким фильмом как полеты во сне и наяву вас ожидает гражданка никонорова родня в 1943 рождается мариана вертинская актриса старшие сестер а в 1951 году еще одна актриса наталья белохвостикова но теперь о событиях 28 июля 1586 год по одной из версий в англию из колумбии привозят клубни картофеля кстати первые завезли еще испанцы но разводить они его почему-то не стали а вот математик и астроном хариот навязал буквально этот корнеплод причем не просто так а по приказу руководителя экспедиции в которой он принимал участие поначалу первые едоки буквально травились картофелем причем так часто что картошечка бы до нас и не дошла вовсе просто народ отчаянно путал вершки с корешками и пытался отправить в рот ядовитые плоды они съедобные корнеплоды ну а в россию картошку завез петр первый она правда не пошла ведь хлеб наших широтах был дешевле самой картошки при екатерине картофель внедряли буквально насильно но есть еще одна любопытная версия что все полюбили картофель только тогда когда народ узнал рецепт самогона из картошки 1794 год казнены 22 деятеля великой французской революции среди них максимилиан арбеспьер и луи-антуан сен-джуст считавшиеся одними из самых значительных фигур все были при этом казнены без суда и средствия а в 1923 году в москве проходит первый в россии матч по волейболу официальной даты рождения волейбола теперь считается именно этот день тогда в москве был проведен матч между мужскими командами высших художественных и театральных мастерских и государственной школы кинематографии ну а результат даже не ваша 1942 год издается знаменитый приказ номер 227 не шагу назад запрещающий под угрозой расстрела любое отступление вводящий штрафные и заградительные батальоны в красной армии цитата пора окончать отступление не шагу назад таким теперь должен быть наш главный призыв и еще цитата военным советом армии сформировать в пределах армии 35 хорошо вооруженных заградительных отрядов по 200 человек в каждом и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов 1957 в москве открывается 6 международный фестиваль молодежи и студентов гостями становятся 34 тысячи человек из 131 страны мира символом между прочим становится голубь мира придуманный самим пабло пикассо к фестивалю столицы заложен парк дружба построена гостиница туристы украина проспект мира тоже назван в честь форма столицы впервые появились венгерские автобусы и карус и даже первые автомобили газ 21 волга фестиваль проходил две недели ну а в 1980 году в москве продолжается олимпиада в городе уже давно введен особый режим но все это не мешает похоронить всем миром владимира высоцкого по официальным данным проститься с бардом в тот день к таганке пришли более 100 тысяч человек а очередь двигавшиеся ко входу в театр достигала 9 километров съемка прощания при этом велась в основном либо любителями либо представителями зарубежных телеканалов дело в том что все советские операторы были вынуждены не отвлекаться от олимпийских игр изначально его хотели похоронить на новодевичьем кладбище однако власти ответили отказом в итоге всплывает ваганьковская этого добился через сам муссовет лично иосиф кобзон причем для высоцкого было оказывается вырато две могилы прямо у входа на кладбище где он в итоге был похоронен и на самом краю ваганьковского в максимально неприметном месте считается что за более приемлемую для статуса поэту могилу кобзон был даже готов заплатить работникам кладбище немалую сумму однако те денег якобы не взяли заявив что любили высоцкого не меньше вашего ну еще одно событие этого дня в 1929 году появляется на свет жаклин бувье кеннеди анасис она воспитывалась в богатой среде окончив престижный университет стала журналисткой на одном из приемов джеки и познакомилась с молодым и честолюбивым политиком джоном кеннеди пара сочеталась браком в 1953 году у них трое детей каролина джон и патрик но последний через два дня умирает после рождения когда джеки стала первой леди она с гордостью занималась созданием столицы нации центра культуры многие считают что кеннеди стал президентом еще и потому что именно с ним рядом была именно она красивая и стильная женщина она ехала около мужа когда он был застрелен в далласе 22 ноября 1963 несколько дней она пребывала в прострации не говоря ни слова и кстати не снимая розовое платье забрызганная кровью мужа президента когда в 1968 убили и брата президента жаклин возненавидела америку и вскоре вышла замуж за греческого миллиардера анасиса который был старше ее на 23 года этот брак не был счастливым старый делец ревновал жену ко всем подряд и в итоге даже лишил ее наследство ну а после смерти мужа жаклин возвращается в нью-йорк работает в издательстве добровольно отгородившись от общества и прессы она умирает в 1994 от рака о лимфатической системы ну а через пять лет ее сын джон младший разбивается на самолете еще раз подтвердив слухи о проклятии рода кеннеди когда-то жаклин сказала в моей судьбе было много страданий но у меня было и много счастливых моментов я пришла к выводу что мы не должны ожидать слишком многого от жизни мы должны дать жизни по крайней мере столько сколько мы получаем от нее ну а я добавлю надо пробовать а вдруг когда-нибудь да и получится с вами был николай пивненко в проекте дата